Тема урока «Предлоги места. Оборот Илья во французском языке». Предлоги – это служебные слова, выражающие зависимость между существительными и другими частями речи в предложении. Они не употребляются самостоятельно. Как и во всех языках, во французском языке предлоги связывают между собой слова в предложении так, чтобы было понятно, о чем идет речь. Предлоги места, о которых далее пойдет речь, помогают определить месторасположение человека, животного, растения или какого-либо предмета в пространстве. Познакомиться с французскими предлогами места вам поможет кошка Мистегри, которая очень любит гулять и всегда знает, где она находится. Это кошка Мистегри. Предлоги место изучи. Вошла кошечка в чулан, там сказала предлог «дам». Кошка села под сафу, промяукала там «су». «Сюр», сказала кошка мне, сидя на моем столе. Дерриер за деревом сидит, «деван» перед собой глядит. «Антр» между двух вещей. «Парми» стоит среди людей. «Преду», промяукала она, сидя около окна. «Любанде», далеко ушла, чуть не заблудилась, но троша. Посмотрела справа, а друат, там лишь камушки лежат. Слева, промяукала, а гошь, в лужу тоже не пойдешь. В центре села «О милью» и сказала «друга мне». Кошка Мистегри показала основные предлоги места во французском языке. А еще она обрела нового друга. Это французский оборот «Илья». Во французской фразе с оборотом «Илья» всегда присутствует какой-либо предлог места. С помощью этого оборота очень легко описывать то, что видишь или то, что происходит. Например, «Ильям ливра, сюр ля табль» – есть книга на столе. Или же «Сюр ля табль, ильям ливра» – на столе есть книга. Вашу фразу вы можете начать либо с оборота «Илья», либо с обстоятельства места «Сюр ля табль» – они равнозначны. Оборот «Илья па» употребляется в отрицательных фразах, когда речь идет о том, что отсутствует. «Сюр ля табль, илья па ду ливра» – на столе нет книги. «Илья па ду розе дан лу вазе» – нет розы в вазе. Обратите внимание на то, что отрицательный оборот «Илья па» переводится одним словом – нет, и после отрицательного оборота артикуль у существительного отсутствует. Его заменяет предлог «Д», который указывает на полное отрицание. Вопросительная фраза с оборотом «Илья» строится при помощи инверсии – перестановки частей нашего оборота. «Я тиль», «Я тилям ливра, сюр ля табль» – есть ли книга на столе? «Я тилюн розе дан лу вазе» – есть ли роза в вазе? Стоит отметить, что когда у вас на первом месте стоит подлежащее, то следует употреблять глагол «Этро» – «Лю ливра, сюр ля табль» – «Ля розе дан лу вазе». В этом случае ваша фраза является ответом на вопрос «Где находится предмет?» Книга на столе – «Роза в вазе». Когда вы начинаете вашу фразу с оборота «Илья» или с обстоятельства места «Сюр ля табль», вы отвечаете на вопрос «Что находится на столе?» «Сюр ля табль» – «Ильям ливра» – «На столе есть книга». «Дан лу ваз» – «Илья ин роза» – «В вазе есть роза». Стоит отметить, что после оборота «Илья» всегда употребляется существительность с неопределенным артиклем «Ан», «Юн» или «Дэ», потому что вопрос касается того, что вы еще не знаете. С глаголом «Этро» при подлежащем идет определенный артикль «Ле», «Ля» или «Ле», потому что вы спрашиваете об известном. Таким образом, предлоги «место» и «оборот» «Илья» являются незаменимыми, когда речь идет о месторасположении кого-либо чего-нибудь в пространстве. Конечно, запоминание предлога во французском языке потребует от вас некоторых усилий. Однако не стоит забывать про кошку Мистикри и выучить ее стишок. Бон шанс! Итак, подведем итоги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok